Астрид Линдгрен Оставьте детей в покое, но будьте в пределах досягаемости на случай, если понадобитесь. Самое страшное, это когда ребенок не умеет играть. Такой ребенок похож на маленького скучного старичка, из которого со временем вырастает взрослый старец. Лишенный, однако, основного преимущества старости – мудрости. Ведь ей неоткуда взяться, когда в человеке не развиты фантазии и благородства, а значит, нет ни смелых идей, ни глубоких мыслей, ни чувств. Дети мечтают о свободе, о самостоятельности, о том, чтобы не зависеть от взрослых. Если бы мы не забывали об этом с годами, то и нам, и нашим детям жилось бы гораздо проще. Мне повезло, я ничего не забыла. Конечно же, история о Пеппе стала любимейшей. Я прочла, что главная особенность психологии ребенка – его стремление быть взрослым, или, точнее говоря, жажда власти. Вы можете поместить в книгу истории, которая понравится только детям. Можно также поместить туда истории, которые полюбят и дети, и взрослые. Однако никогда не следует помещать в детскую книгу что-то, что будет понятно только взрослым, ведь это крайне невежливо по отношению к ребенку, который будет ее читать. В то время я совершенно сошла с ума. Как я теперь понимаю, меня тогда интересовало только одно – добиться любви как можно большего числа мальчиков. И, боже, как же это было нелегко. Даже самые отчаянные проказники вырастают. И со временем могут стать полезными людьми. Благодарю за просмотр. Если понравилось, подпишитесь на канал.